Американский удар! США и союзники выпустили ракеты по Сирии. Какие объекты атаковали и как на это отреагировало мировое сообщество? Годовщина АТОМ. Сегодня 4 года с момента начала операции на Донбассе. О чем в этот день говорили участники боевых действий? Децентрализация на практике. Как регионы распоряжаются средствами и куда их направляют? Века простоял, зимы не выдержал. Почему во Львовской области местные власти не торопятся спасать старинный замок? Ракетный удар по Сирии. Президент Дональд Трамп сдержал свое слово. Сегодня ночью американский флот вместе с союзниками нанес удар по окрестностям Дамаска. Атаковали объекты, связанные с химическим оружием. Россия отреагировала довольно сдержанно и эскалации конфликта пока не произошло. Продолжит Сергей Ауслендер. Хозяин Белого дома в очередной раз подтвердил, что слова у него не расходятся с делом. В 4 часа утра по ближневосточному времени американский флот нанес ракетный удар по Сирии. Корабли выпустили десятки крылатых ракет. Чуть позже подключились британцы. Их самолеты, взлетевшие с базы на Кипре, атаковали цели на территории арабской страны. Очевидно, что режим Асада не внял предупреждением, полученным в прошлом году. На этот раз наши союзники и мы стали сильнее. Вместе мы направили четкое сообщение Асаду о том, что он не должен совершать еще одну атаку с применением химического оружия, за применение которого он будет привлечен к ответственности. Удар был ограниченный, как заявили в Белом доме, одноразовый. Своего рода предупреждение Асаду больше не применять оружием массового поражения. Российские военные в отражении атаки не участвовали, но источники в Москве сразу стали утверждать, что сирийское ПВО сбило большую часть ракет, а ущерб от удара минимальный. Несмотря на риторику, которую мы сейчас слышим из Москвы, опять же, как бы, ну, стратегически ничего не поменялось. То есть, как бы, все продолжается своим ходом, и продолжается гражданская война, и продолжается резня, в которой погибает огромное количество людей не от химического оружия. Вот, ну, вот, как бы, да, то есть, таким образом Трамп, как бы, дает понять, прежде всего, своим собственным избирателям. Да, я обещал, я сделал. Я сказал, что я накажу ответственных, вот я их наказал. Израиль, как и обещал, участие в этой атаке принимать не стал. Ограничился усилением охраны границы и привел свою армию, особенно ВВС и ПВО, в состояние повышенной боеготовности. К ударам по Сирии здесь относятся по-разному. Одни говорят, удар был слабый, другие, что это хороший урок для Дамаска. Но, как бы там ни было, любое ослабление режима Асада Иерусалиму выгодно. Так и хочется сказать банальную фразу. Как будут развиваться события, покажет время, но, судя по всему, никаких кардинальных изменений не предвидится. Война в Сирии продолжится, хотя Белый дом предупреждает. Следующее применение оружия массового поражения сразу повлечет за собой наказание в виде массированного ракетного удара. Это четкая красная линия. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Евросоюз готов ввести новые санкции против правительства Сирии в случае необходимости. С таким заявлением выступила Верховный представитель ЕС Федерико Магерине. Она поддержала нанесение авиаударов США, Франции и Великобритании, как и ряд других стран Евросоюза. Елена Абрамович продолжит. Это были адекватные меры в ответ на грубое нарушение международного права использования химоружия. Таков основной месседж Вашингтона, Лондона и Парижа. Согласны с ними, как в Брюсселе, Берлине, так и в Токио. Немецкий канцлер Ангела Меркель написала в соцсети, военная операция была вынужденной. С отдельным объяснением выступили в МИДе Германии. Химическое оружие справедливо объявлено вне закона мировым сообществом, и на его использование нельзя закрывать глаза. Мировое сообщество в долгу перед жертвами, поэтому правильно, что США, Франция и Великобритания приняли эти продуманные меры. Обратились к народу и правительство участников операции. Во Франции объяснили, не нацелены на эскалацию конфликта. А британский премьер Тереза Мэй заверила, удары в Сирии должны остановить тех, кто использует химоружие на улицах Британии. Это законные действия, направленные на то, чтобы положить конец серьезному нарушению прав человека. У нас была конкретная цель – уничтожить химический потенциал сирийского режима, чтобы помешать ему совершить новую химическую атаку и остановить террор против собственного народа. Я приняла это решение, потому что я считаю это правильным шагом. Это наш национальный интерес, и я уверена, что это также важно для международного сообщества – иметь четкую позицию касательно этой ситуации. Американский президент Дональд Трамп в своем заявлении напомнил о прошлогодней химатаке в Сирии и авиаударах американских войск в ответ. И призвал Россию с Ираном прекратить помогать Ассаду. Я обращаюсь также к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку оснащения и финансирование криминального режима Ассада – Ирана и России. Я спрашиваю, какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира можно судить по друзьям, которых они поддерживают. Впрочем, Москва назвала происходящее актом агрессии, а еще реакцией на успехи сирийских военных в освобождении своей территории от международного терроризма. И пригрозила новыми поставками вооружений в Сирию. Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств. В свете происходящего правительство Японии собрало Совет Безопасности. На экстренную встречу созвал послов в Брюсселе эгенция КНАТО. А главы дипломатических ведомств стран ЕС обсудят вопрос в понедельник в Люксембурге. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Удар международной коалиции по Сирии вынужденный, но оправданный. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это справедливый ответ на химическую атаку режима Асада в Думе. Чтобы избежать подобных нападений в будущем, президент призвал использовать все возможные механизмы и инструменты ООН. О том, что Украина солидарна с США, Францией и Британией по поводу военного участия в Сирии, заявил ранее украинский МИД. Ведь применение химоружия – грубое нарушение международного права. 28 обстрелов, один военный ранен. На Луганском направлении запрещенного оружия противник атаковал Зайцево и Луганское. Из тяжелой артиллерии боевики обстреляли также защитников Широкина. Из гранатометов и пулеметов били в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки и Лебединского. Наш военкор Игорь Левинок расскажет о ситуации на передовой. При Азовье – южный участок фронта. Позиции вооруженных сил в районе села Толоковка. Морпехи говорят, пасхальное перемирие здесь превратилось в побоище. Каждый день обстрелы, стрелковое оружие и гранатометы уже привычно. Но враг применяет и орудия запрещенных калибров. Снова под огнем оказались мирные жители. Вечером оккупанты накрыли из крупнокалиберных минометов село Лебединское. Осколки от мин перебили электролинию. К счастью, никто из людей не пострадал. Наши два прихода 120-го мина, как сказали специалисты. А это уже позиции наших армейцев в Поддонецком. Пески. Противник не успокаивается. Минометный огонь, танки и артиллерия. Солдаты говорят, вот такая вся пасхальная неделя. Мина бывает, мины 83, но часто бывает 120-е бьют. Пасха, праздничное настроение. Конечно, все домой звонят, общаются с родными. То есть, действительно. Дождемся сейчас, конечно, да. Ну, будет команда, будем работать. Без команды не работаем, только наблюдаем. Район Авдеевки тоже одна из самых горячих точек. Орудия крупных калибров здесь тоже не утихают. А в поселке Каменка вражеская группа попыталась даже атаковать наши позиции. Завязался бой. И мы отстреливались. И, скорее всего, что они, ну, неслили потери, я так думаю. И решили ответить нам уже по-крупному. Потом пошли в СПГ, БМП, 120-е мины, близко 10-е годы вечера. В связи с такими обстрелами представители АБСЕ уже заявили, пасхальное перемирие, которое по договоренностям должно было стать устойчивым и бессрочным, сорвано. С Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Ровно 4 года назад на Востоке Украины официально началась антитеррористическая операция. Еще до начала АТО оккупировали Крым, а пророссийские боевики едва ли не каждый день захватывали госучреждения в различных городах Донбасса. Тогда никто не предполагал, что антитеррористическая операция затянется на годы. Продолжит Станислав Кухарчук. Россия! Россия! Этот захват 12 апреля 2014 года вооруженными боевиками славянского райотдела милиции по сути стал отправной точкой для начала АТО. Уже на следующий день после этого секретарь СНГО заявил о начале антитеррористической операции на Востоке страны. Все происходило как в страшном сне. Жители Донбасса, подогреваемые российскими новостями, блокировали колонны украинской техники, а к границе соседи стягивали войска. Но этот сон стал явью, которая не заканчивается уже четвертый год. Александр Ивченко крепко прижимает к груди свою младшую дочь, когда в конце марта 2014-го он добровольцем уходил в военкомат. Малышке было всего три года. Тогда Саша надеялся, что вернется домой через неделю-другую. Но пулеметчику 95-й бригады пришлось пройти за полтора года почти все горячие точки АТО. Первые дни антитеррористической операции боец не забудет никогда. Несколько лет подряд в годовщину начала АТО черкасские ветераны проходят маршем по центральному бульвару города. Для того, чтобы жители не забывали, совсем рядом до сих пор идет война, на которой гибнут их соотечественники. Катерина Вергай к памятной доске погибшим воинам АТО принесла две гвоздики. Начало антитеррористической операции стало началом ее личной трагедии на памятнике фото отца. Разведчик Виталий Вергай погиб, прикрывая товарищей при выходе из дебальцевского котла. Весной 14-го он ушел тайком от родных добровольцем защищать страну. Катя говорит, тогда папа сделал то, что был обязан сделать. Как донька, я могу сказать, что да, не хватает. Как бы не хотелось. Но они все там чьи-то родители, чьи-то сын, чьи-то брати. И это на самом деле очень тяжело. АТО на востоке страны закончится уже к началу мая. Но война не закончится, а лишь поменяет свое название. Теперь Украина будет официально проводить операцию по сдерживанию российской агрессии. АПЛОДИСМЕНТЫ Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер». Защитить жмельинский вагоноремонтный завод «Экспресс» требуют от президента и премьера сотрудники предприятия. Сегодня в городе прошла массовая акция протеста. На днях на заводе следователи ГПУ совместно с сотрудниками СБУ провели обыски. Изъяли документы и печати, без которых работа предприятия может остановиться. В ситуации разбирались наши корреспонденты. С плакатами в руках сотрудники завода и несколько тысяч жителей Жмельинки вышли на митинг. Утверждают, готовы к радикальным действиям. Мы будем пытаться отстаивать свои права на право существования нашего завода и нашей жизни. И чтобы не было действительно какое-то беззаконие. Я хочу, чтобы предприятие проживало, чтобы так само была возможность проживать здесь и зарабатывать гроши. С 94-го года завод находится в частых руках. Долгое время предприятие работало в убыток. Были миллионные долги перед кредиторами. Зарплаты не выплачивали месяцами, рассказывают сотрудники. Пока в 2015-м не сменился собственник. Нам удалось за три года с объема в месяц 8 вагонов выйти на 202 вагона по ремонту. Это второй показатель в Украине. Мы этим гордимся. Это дало возможность за последние годы добрать еще 400 человек на работу. Сейчас общее количество рабочих мест 600, со средней зарплатой 11-12 тысяч гривен. Протестные акции предшествовали недавние обыски на предприятии. 11 апреля на завод нагрянулись следователи генпрокуратуры, сотрудниками СБУ. Якобы в рамках расследования о нанесении материального ущерба государству и злоупотреблению служебным положением руководителям Минифраструктуры и Укрзалезницы. Адвокат Роман Корченюк подтверждает, компания действительно сотрудничает с госструктурами. Например, заключила два договора с железной дорогой. Все тендеры прошли через систему Прозора. Документы об этом предоставили следователям. В принципе, их не цікавили. Их цікавили суто про установленные документы, корпоративные документы на співвластников данного товариства. Что, с своего боку, выводит на думки, что все-таки это начало крейдерского захопления. Более того, на обыски адвокаты смогли попасть только через 7 часов после начала процессуальных действий, утверждает директор предприятия. У них были свои права, и этим они использовались. Обыски, которые наши адвокаты им объясняли, что у них есть, кроме права и обыски, они в резкой форме обрубливали. И это была такая дискуссия на повышенных тонах, чуть ли там, ну, такие мотивации с толханиями. Собственник предприятия уверен, следователи вышли за рамки закона. В ухвале суда этого даже не было сказано. Изымает все правоустанавливающие документы на предприятия о собственности. Изымается печать предприятия, что блокирует финансовую деятельность. Их действия показывают нам, что у них цель была совсем иная. Дестабилизировать предприятия, забрать первичные документы, оригиналы. Действует в отношении третьих лиц. После митинга на заводе активисты с плакатами прошлись по центру города. О проблеме хотели рассказать и мэру Жмелинки. Но он к людям не вышел. Тогда работники отправились к главе райадминистрации. Ему вручили письмо от коллектива с обращением к президенту и премьер-министру с просьбой помочь разобраться в ситуации. В неделю зарегистрирую, передам высшестоящим инстанциям. Я думаю, будет определенная реакция. Впевленный, что завод так и будет продолжить опросовать. Правоохранные органы дадут свою правовую оценку. Пока что правоохранители ситуацию на предприятии не комментируют. А депутаты городского и районного совета в понедельник собираются на неочередные сессии. Они также намерены отстаивать интересы градообразующего предприятия Жмелинки. Богдан Вербицкая, Александр Васильченко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер из Винницкой области. Список украинских бизнесменов по версии журнала «Фокус» в который раз возглавил Ренат Ахметов. Без изменений в тройке лидеров два следующих места занимаются владельцы группы «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Примечательно, что Петр Порошенко хоть и входит в сотню украинцев с самым большим капиталом, но выпал с первой десятки. По сравнению с 2013 состояние президента уменьшилось почти в три раза. Экстренная медицина нуждается в экстренной помощи. Об этом во время заседания в Кабмине заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства подчеркнул важность перемен. Именно в этой сфере он ожидает от Минздрава качественных изменений. Главным показателем, по мнению Гройсмана, должно стать наличие квалифицированных кадров технического и финансового обеспечения. В свою очередь премьер пообещал законодательную поддержку реформы, а ее результаты в Кабмине ожидают через несколько лет. Децентрализация в действии. В регионах появилась возможность находить средства на строительство и восстановление объектов, на которые у местных властей раньше не было денег. Под Харьковом, в 17 километрах от границы, развернули три большие стройки. Подробнее в материале наших корреспондентов. Золочев. До границы с Россией меньше 20 километров. По всему поселку работают стройбригады. Они утепляют крышу будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Родители и дети говорят, ждут открытия новых спортивных секций. Сыну 13 лет будет. Обожняет футбол. И это наша мечта. Я имею надею, что сейчас можно ходить, тренироваться. Я хотела бы научиться плавать. Здесь будут работать 9 спортивных секций для детей и фитнес для взрослых. Каждый день комплекс сможет принимать 400 человек. Еще больше в Золочеве ждут открытия музыкальной школы. Здание 19 века давно пришло в негодность. Осенью классы выселили в Дом культуры и городскую школу. Но там места для занятий не хватает. Нам очень неудачно, естественно, и детям, потому что нужно переходить из одного помещения в другую. Это почти через весь Золочеве до другой школы. Тут 20 минут нужно идти пешком. Как дети, когда мы уже вернемся домой. Они очень хотят домой. Они мечтают о новые классы. Юлия Коваль и сама закончила эту школу. Теперь здесь учится дочка. Дома у нас уже есть фортепиано. Купили. Я думаю, тоже на фортепиано она пидет. За зиму строители сняли старую крышу и поменяли перекрытие. От старого помещения остались лишь фундаменты стены. Крыша, естественно, вся новая. Металлоконструкция будет купольная. Система будет актовым залом музыкальная. Также в городе требуется жилье для переселенцев. В Золочеве их около 200 человек. Мы переехали в переполненном вагоне. Луганск очень сильно бомбили в тот момент. Очень тяжело. Мы снимаем без условий. Новый социальный отель сможет приютить 24 семьи. Эта стройка тоже результат децентрализации. Деньги на строительство выделяют совместно и государство, и местные власти. А что именно строить, решает громада. Это приграничный район до границы с Россией, 17 километров. И то, что мы здесь ремонтируем и строим, это лучшая демонстрация того, что в Украине есть спокойствие, мир и развитие. Сегодня было принято ряд управленческих решений, которые позволят уже в этом году закончить спортивный комплекс, построить новое общежитие для внутренне перемещенных лиц, реконструировать музыкальную школу, а также в районную больницу завести новое оборудование. Музыкальная школа примет первых учеников уже этой осенью. Физкультурно-оздоровительный комплекс и социальное общежитие откроют к концу года. Андрей Кровец, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Руины истории от одной из стен величественного замка во Львовской области осталась груда камней. Что привело к обвалу, знает Галина Якушко. Для Украины поморяны и замок поморянский важливы тем, что в 41-м году, когда пришли немцы, тут подпильно действовала подстаршинская школа ОУН, которая готовила офицеров для повстанской армии. Поморянский замок в 100 километрах от Львова построил в 14-м веке шляхтич Григорий Кирдей. Позже в нем жили представители польского рода потоцких. Замок имел потужные фортификации, не раз выдержал турецкие, татарские облоги. Под час Хмельниччины он, до речи, стоял, не был взятый штурмом козацкими войсками. Замок выдержал на беге всевозможных ратий, но не устоял уже в наше время. Вот так выглядит сейчас памятник архитектуры в поселке Поморяны. В начале замок был деревянным, но в 16-м веке его реконструировали и построили из камня. На днях стена одной из построек рухнула, чтобы сооружение не завалилось совсем, сотрудники установили деревянные балки. За зиму фундамент просел, в стене накопилась влага и она треснула. Так, загремело. А тут таки появился порох, просто весь парк таки задымлений был. Предпочали первочередным проектом частковая разбирка стены, инъектование трещин и затяжки. Ну, сейчас в этом нужно скорректировать только разбирку завалов и вытворивать стену согласно проекту. 700 тысяч гривен. Именно столько выделили областные депутаты на противоаварийные работы в 2016 году. За эти деньги укрепили только колонну и арки. Обвал стены объяснили так. Но в начале замок нужно вывезти из аварийного состояния. На это требуется около 11 миллионов гривен. Таких денег в областном бюджете нет. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Тысячи украинцев, которые живут в серой зоне на Донбассе, нуждаются в помощи. Пока мировые лидеры обсуждают проблемы Ближнего Востока, наши волонтеры по крупицам собирают для этих людей деньги на самое необходимое – еду и одежду. На днях волонтеры побывали в поселке Зайцево. Людям передали продукты, которые помогли закупить в благотворительном фонде возрождения. Зайцево. Серая зона. До ближайшего магазина, что в Бахмуте, отсюда 15 километров. Пять из них нужно идти пешком. А огонь здесь не прекращается ни днём, ни ночью. Кажется, что для этих людей звуки выстрелов давно стали привычными. Вдали звучат очереди. Но никто даже не отвлекается. Каждый её приезд здесь ждут с нетерпением. Волонтер Юлия Толмачёва привозит этим людям жизненно необходимые продукты. Под звуки выстрелов стараются быстро раздать новую партию помощи. Спасибо большое. Спасибо большое. Киев-Зайцево. Эту дорогу Юлия знает уже наизусть. Полторы тысячи километров туда-назад. И так каждые 10-12 дней уже два с половиной года. Юлия у нас это единственный волонтер, который приезжает в поселок. Потому как больше к нам никто не приезжает. Довольно-таки часто. Она поддерживает нас уже, наверное, больше двух лет с нами. Ну и, в общем-то, даже два с половиной, да. И даже вот несмотря на то, что 8 марта прошлого года она получилась из ранения, вы знаете, ну я просто восхищаюсь мужеством этого человека. Последнее время найти деньги на помощь этим людям всё труднее, говорит Юля. Новостей с фронта всё меньше. Безразличных всё больше. Равнодушие, ну, убивает. Процентов 85 людей, которые абсолютно равнодушны к тому, что происходит у нас в стране. Потому что по скупым сводкам, которые проходят с фронта, они все говорят, что войны нету. И у нас всё хорошо. Понимаете, зачем мы помогаем. И поэтому, как бы, ну, а ты ездишь здесь, и ты видишь реальную ситуацию, и понимаешь, что всё наоборот происходит. Загрузить целую машину продуктами помогли в благотворительном фонде Владимира Мунтяна «Возрождение». Ну, они нашли нас сами и предложили помощь. Люди покупают то, что они спрашивают, интересуются, очень щепетильно подходят к вопросу покупки того, чего надо. Продукты питания, средства гиены. Ну, то есть вы бывали там, вы знаете, что там ни магазинов нету, ни практически ничего. Продукты питания, лекарства и подарки к Пасхе. Киевские торты, колбасы и фрукты. Небольшой праздник посреди серой зоны. Спасибо Юле и Мунтяну. И вчера праздник нам устроили отличный, и сегодня праздник отличный. Накануне вечером подарки привезли и в Авдеевку. Этой семье, где растут шесть маленьких девочек, Юле помогает уже не один год. Теперь они обзавелись и новыми куклами. Вот тебе, куколка. Вот тебе, куколка. Людям, живущим в зоне АТО, фонд помогает еще с первых дней войны, говорит Владимир Мунтян. Мы это делаем давно, просто мы не сильно это как бы афишировали, да. Но сейчас уже так как эта работа, она все-таки уже такая стала сильно обширная, глобальная. И, естественно, мы говорим. Люди там в очень тяжелом положении. То, что, к примеру, для нас, украинцев здесь, там, обычно, да, там, то у них этого нет. Им нужно просто выжить. Хочется призывать людей к тому, чтобы они участвовали в этом. Потому что очень слабое на сегодняшний день участие немножко, вот знаете, как приупал так пыл у людей. Может быть, знаете, время прошло, и как-то у людей, знаете, погас огонь или что-то такое. Хочется сказать, что те люди, они все там же, и им все нужна помощь. И для жителей этих сел и городов, которые ждут каждый приезд волонтеров, важна даже самая малая помощь. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. С какой миссией НАСА отправит в космос новый спутник? Какие фотографии признали лучшими в мире? И в каком ресторане открыли выставку сахарных скульптур? Об этом мы только далее в нашем обзоре. В пхеньянском ресторане открылась выставка сахарных скульптур. Здесь представлены десятки сладких фигур, редких рыб, мультяшных героев и зверей. Мероприятие посвящено 106-му дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, или же Дню Солнца. Его отмечает вся страна. В столице устраивают военные парады и массовые празднования с танцами и песнями. Главную улицу Стамбула украсили тюльпаны в рамках ежегодного международного фестиваля цветов. Возле собора Святой Софии около 600 тысяч разноцветных растений образовали большой ковер с элементами турецкого мотива. Выставка продлится до конца апреля, и все желающие смогут насладиться разнообразием тюльпанов. Новая миссия НАСА. Со следующей недели компания будет искать новые планеты с помощью спутника. Аппарат ТЭС с новейшим телескопом планирует отправить в космос 16 апреля. Его задача – поиск планет, вращающихся вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Результаты исследований помогут ученым выяснить, есть ли среди них те, где условия похожи на земные. В США в возрасте 86 лет умер режиссер Милош Форман. О смерти сообщила его жена, информацию также подтвердил менеджер. Форман прославился своими фильмами «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей». Американская киноакадемия дважды признала его лучшим режиссером года. Похороны пройдут в тесном кругу семьи и друзей. В Амстердаме объявили победителей World Press Photo – самой престижной премией для фото-журналистов. Лучшим в этом году признали снимок венесуэльского фотографа Рональда Шемета. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновений с полицией. Снимок сделан в Каракасе во время митинга против президента Николаса Мадуро. Кроме этого, в категории «Срочные новости» победила фотография британца Тоби Мелвилла, на которой прохожая успокаивает американскую туристку, раненую во время теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите за на нашем сайте подробностей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин